Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко «Кройка и шитье». И я автор безликального метода кроя и автор уже достаточно большого количества книг по кройке и шитью, которые вам нравятся, которые стали поистине бестселлерами. Вы их очень любите и с удовольствием их покупаете. Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о так называемой коммерчески выгодной выкройке. Что же это такое? Вот у вас, допустим, есть задача какие-то вещи отшить на продажу, не по индивидуальным заказам, а именно на продажу. Вы должны их продать. Что значит продать? Продать – это значит вы должны отшить такую вещь, которая подойдет и немножко перегибистой, и немножко сутулой фигурки, и фигурки с обычной осанкой, и немножко верхнего типа, и немножко нижнего типа. То есть максимально создать такую вещь, в основе которой будет лежать какая-то, ну, как бы сказать, универсальная выкройка. Что же это такое на самом деле универсальная выкройка? Вот вам простой пример. Возьмите, положите на стол футболку. Любую футболку, которую вы покупаете обычно в масс-маркете. Что вы заметите? Боковые швы находятся посерединке этого изделия, то есть полочка ширина равна длине спинки, ширине спинки. И длина вашей полочки будет равна длине спинки. Это говорит о том, что ДТС, длина спинки до талии, и ДТП, длина переда до талии, в этой футболке одинаковые. Ай, вы, умеющие кроить, знаете, что такое осанка фигуры? Знаете прекрасно, что если ДТП равно ДТС, Б, баланс, это разница между ДТП и ДТС равен нулю, значит, такая осанка фигуры является сутулой. Если разница в одну единичку, она уже приближается к обычной осанке фигуры, но это, так сказать, нижняя граница обычной осанки. А дальше разница в полтора, два, два с половиной и три сантиметра, это уже осанка обычной фигурки. Но где вы найдете футболочки именно с такой осанкой? Все они сделаны на осанку сутулой фигуры. Тот же самый пример, если вы берете, выкройте журналы бурдомоток. Часто девочки мне приходят и говорят, ну почему у них такая длинная спинка? Да обратите внимание, вот если один раз возьмите сантиметровую ленточку, найдите на этих выкройках линию талии и измерьте длину ДТС и ДТП от конечной точки плечевого шва, вот от этой уши, до линии талии, там и тут. И вы с удивлением увидите, что там тоже разница будет или 0, или 1 сантиметр, в крайнем случае полтора больших размеров, ну может быть 2 дойдут, да? А что бывает у нас в жизни? А в жизни у нас в больших размерах эта разница доходит. Сегодня я разбирала такой пример, работала с одной дамой, заочницей моей, у которой эта разница 7 сантиметров. Представляете, разница 7 сантиметров, это какая у нее фигура? Конечно, это фигура верхнего типа, когда вся масса сосредоточена вверху. Конечно, у нее узкие бедра, и плюсом ко всему у нее еще достаточно большие выразительные грудные железы. За счет этого у нас получается вот такая осанка, мы ее называем перегибистой осанкой фигуры, фигура при этом перегибистая, то есть баланс равен 7 сантиметров. Вот какая одежда может быть подходящая для такой фигурки? Так вот, если вы работаете в сегменте таком, что вы шьете на большие размеры, то коммерчески выгодная выкройка, а у этой дамы у нас 58 по груди, и 56 у нее по бедрам, достаточно распространенный тип. Какая одежда ей подойдет? Какие платья? Они, как правило, бедные не могут носить платья, потому что они не могут купить такие платья на такую фигуру, потому что платье шьют на фигурку условно-типовую. Если у нее по груди будет 58, то условно-типовая фигурка по бедрам будет иметь 58 плюс 4. Да, она будет иметь 62. Вот это будет условно-типовая фигурка, на которую будет раньше шили одежду, но и сейчас многие шьют именно на такую. То есть верхнего типа фигурок как бы во внимание не берут. А ведь их сейчас очень много. Даже в небольших размерах, в 46-48 размере, такие фигурки, когда у нас 46 вверху, 36 в талии и 46 внизу. Сами знаете, чем это вызвано. Это вызвано тем, что в моду вошли фигурки с увеличенными, так сказать, грудными железами, да, делают импланты, вставляют и делают это сознательно, потому что сегодня этот тренд виги у нас ушла, и девочка, похожая на мальчика, как-то, слава богу, отходит с подиумов, да, все меньше и меньше таких девочек на подиуме у нас встречается. Но тем не менее, понимаете, то есть какую одежду для них надо шить? Опять же, коммерчески выгодная одежда должна в основе своей иметь выкройку, которая будет удовлетворяла вот такому типу фигур. Вот что значит коммерчески выгодная выкройка. Понимаете? То есть вы должны выбирать свою целевую аудиторию, как сейчас говорят, аудиторию, где вы будете продавать ту или иную одежду. Вот, например, вы можете анонсировать, рекламировать продажу одежды для фигур верхнего типа, да? Фигуры верхнего типа, вы можете им пояснить, это когда ваша грудь, скажем, 50, и ваши бедра 50 или меньше, и вы это шьете вещи, в основе которых выкройки будут лежать именно такого размера. Понимаете? И тогда вы угодите вот такому ассортименту, но не надо вешать их на полочки, на рейлеры, на вешалки, в перемешку со всеми остальными. Выделяйте их в отдельную историю, да? И маркируйте так для фигур с такими-то параметрами, для таких-то фигур, понимаете? Для фигур с такой-то осанкой, для фигур сутулых, для фигур обычных, для фигур перегибистых. Да, это сложно. Но таким образом, выделяя какие-то сегменты, понимаете, во многообразии, изготавливая одежды, вы будете гарантированно иметь сбыт. Понимаете? Потому что этого сейчас никто не делает. Никто не делает. Никто, во-первых, не сегментирует. Никто не подписывает. В лучшем случае, первая полнотная группа, вторая полнотная группа, да? А еще сейчас мне очень, извините, в кавычках нравится, когда мы пишем L, M, S, SL, 2SL. Вот вы меня простите, я хожу в любимый свой магазин, где продают японскую одежду, да? Хорошими технологиями современными, недорогой. Но я не могу сориентироваться там в размерах. Я до сих пор не могу привыкнуть. Что означает, какой размер? Понимаете? Потому что он не говорит нам ни о чем. Если во времена Советского Союза еще писали там, да, 48 размер, ты знал, что у тебя по груди должно быть 48 в полуобхвате, да? Если 50, то 50, а 64, то по груди 64. Ты мог взять сантиметровую ленточку, подойти туда и уже сориентироваться. И все было понятно. То сейчас это очень европейские размеры. 46 пишут как 42. Ну, где-то вот это надо все учитывать. Где-то это надо все размещать. Надо, чтобы это было видно на каждом шагу. Чтобы люди знали, как интерпретировать свои собственные характеристики вот с теми или иными мерками, разметками, которые вы, маркировками, которые вы наносите на свой товар. Понимаете? То есть, и да, это сложно, но если у вас будет именно такая подача, да, люди привыкнут очень быстро к этому. Это будет именно в вашей точке продажи, да, к вам начнут приходить, купив один раз нужную для себя вещь, они будут к вам возвращаться. И это тоже будет один из источников успеха. Понимаете? Потому что та тенденция, которая сейчас обезличенная, какая-то тенденция сложилась, все абсолютно обезличена. Ну, не надо оставаться в ней, да. Надо же развиваться, надо понимать, откуда ноги растут и чего, и откуда придет к вам успех. Вот моя такая точка зрения. Хотя со мной, я думаю, что многие продавцы не согласятся и скажут, зачем нам это все нужно, вот еще не хватало, мы будем так заморачиваться. Но и тем не менее, те, кто создают одежду, они же хотят ее продать. Понимаете? Если вы хотите иметь успех, если хотите, чтобы вы продавали, создавайте коммерчески выгодные выкройки. Ну, это вот одна тема, да. Другая тема. Давайте вернемся к общим таким известным каким-то брендам, которые на рынке много-много лет. Это Точи Габана, это одежда от Армани, да. Это уже гарантированно сбыт продукции. Они очень часто делают теперь не только очень дорогие вещи, то есть шьют их из действительно хороших тканей, практичных, которым не будет сносу, да. Хотя таких тканей все меньше и меньше сегодня у нас на рынке, но они будут стоить очень дорого, да. А они могут шить вещи из других тканей, по тем же лекалам, да. Из самой обычной, так сказать, синтетики, откровенно стеклянной и откровенно грубой. Может быть, иногда видела я такие примеры, да. Но это действительно там известные бренды, и шьют они вот из такой вот ткани. И стоят они, ну, достаточно приемлемо. Можно купить хоть и не дешево, но можно позволить себе купить такую вещь по такой вот цене, только потому, что она будет на них хорошо сидеть. Что обеспечивает вот эту самую посадку? Да, конечно, это обеспечивает совершенно выгодная в основе коммерческая выкройка. То есть моделирование и фасоны могут быть разные, но за базовую конструкцию вы берете ту выкройку, которая будет заведомо продана. Понимаете? Какие характеристики такой выкройки? Характеристики будут следующие. Во-первых, грудь, полуобхват груди, ну, скажем, 50, да. Размерю, посмотрим это на примере 50-го размера. Так вот, по груди у нее будет полуобхват 50. По талии в базовой конструкции будет минус 10, то есть будет 40. По бедрам будет плюс 4, это будет 54. Понимаете? То есть длина, ширина этого изделия 50, 40 и 54. Как я улыбаюсь, говорю Венера Милосская, да? Если это 42 размер, это будет 42, талия 32 и бедра будут 46. 44-й, соответственно, 44-й, 34 и 44-й, 48. Понимаете? В 60-м размере примерно то же самое. То есть это выкройка в базовой основе, построенная на такую вот фигурку. Плюс к этому ко всему существуют прибавки. Например, прибавка по груди начинается от 3-4 сантиметров, да? Чтобы было комфортно, вы сделаете такую же кетику, которого в 50-м размере, если вы развернете его и измерите, будет 54. Если вы возьмете талию такого же кетика, то там будет 51, 52, 53 может быть, да? Ну, не будет там 50, потому что это будет очень плотно. И не будет там 55, потому что это будет бесформенно. Понимаете? И по бедрам. Если у него бедра 54, вернее 40, поняли меня, да? Еще раз. Талия должна быть 40. Значит, у этой фигурки, я, наверное, оговорилась, поэтому повторюсь. Значит, у этой фигурки 50-го размера по талии будет 41, 42, 43. Но не будет 48. И не будет 40. Вот так надо сказать, да? Потому что если 40, то это будет очень плотно, а 48 это будет бесформенно. Вот так надо сказать, да? То же самое касается бедер. Там будет 50, 54 должно быть по ее телу. Значит, бедра будут 51, прибавка 1, 54 плюс 1, 55, потом 56, потом 57, в крайнем случае, и все. Понимаете? То есть, у вас же есть система прибавок, институт прибавок, да? И вот вы, выбирая такие небольшие прибавочки, как бы сохраняете в своих выкройках, готовых уже, смоделированных под тот и длинной фасон, вот эту вот форму в своей фигурке. То есть, вы на ней показываете и талию, вы показываете и грудь, и показываете бедра. Вот в таких вот прибавочках. Так? То есть, как она есть на фигурке, так она и читается в вашем готовом изделии, например. А когда человек меряет вот эту вещь, и он не обладает такими характеристиками, а он, допустим, немножко верхнего типа, тогда за счет прибавок у нее в груди будет поплотнее, а в бедрах у нее будет немножко посвободнее. Но она скажет себе, ну и что? Я одену зауженную внизу юбочку и у меня, вот посмотрите, как этот жакетик сидит хорошо на мне. Он показывает и мою грудь пышную, и мою талию достаточно выразительную, и мои преувеличенные бедра за счет прибавочки у нее будет побольше там прибавка, но бедра будут в этом жакетике выглядеть не такие узкие, какие они есть у нее на самом деле. Вот вам и успех. Она пойдет и купит этот жакетик. Если у человека немножко низкий, нижний тип, у нее хрупко вот здесь вверху, значит в таком жакетике скроенном на условно-типовую фигурку с такими вот небольшими прибавочками до трех сантиметров, у нее будет прибавка по груди четыре сантиметра, но форма будет казаться хорошей. По талии будет тоже читаться талия, а внизу у нее будет немножко поплотнее, чем у обычной фигурки, но не будет в обтяжку. Понимаете? То есть уменьшится немножечко прибавка за счет того, что у нее бедра преувеличены и опять она будет выглядеть в зеркало достаточно симпатично, потому что у нее читается и грудь, и талия, и бедра. То есть идет манипуляция за счет вот этих прибавок. Значит, в основе вот этой вот одежды она пойдет и купит эту вещь, потому что коммерчески выгодная выкройка лежит. Понятно? То есть вот так мы можем создавая свои вещи выбирать, зная, что такое коммерческая выкройка, мы можем с вами строить и шить потом коммерчески выгодные проекты, создавать коммерчески выгодные проекты, если при этом еще дружат все остальное, технологии обработки не тяп-ляп-шито, достаточно ровные строчки, все продумано, чистенько, красиво внутри, плюс правильно подобранная ткань, плюс недостаточно высокая цена этого продукта, то есть технологию тоже надо продумывать, чтобы она была и выгодна в изготовлении, узлы вот эти все обработанные были, и не слишком дорогая по себе стоимость была, то есть немного времени затрачивают, конечно, это труд, но вы же хотите масштабироваться, значит, вам надо знать, иметь эти знания, вам надо развиваться, вам надо учиться, вам надо разглядывать вот эти готовые вещи, иногда это самообразование в первую очередь, вы слушаете других, читаете других, вы смотрите чей-то другой опыт, накапливаете этот опыт и делаете для себя выводы, люди говорят, надо этому учиться в институтах, но не всему надо учиться в институтах, сейчас такое образование у нас, к сожалению, что приходят девочки из института, немало что умеют делать, не выкройку нормально построить, не умеют, но картинку умеют красиво нарисовать, коллекцию какую-то могут красиво отрисовать, а как ее превратить в жизнь, начинаются пытки, муки, потому что технологи берутся и не знают как отшить тот или иной узел, а художник настаивает, ну и что такое, груш цена, так вот, чтобы девочки, которые рисуют вот такие симпатичные картинки, умели все это воплотить в производство, воплотить в жизнь, конечно, прежде всего им нужно научиться это делать хотя бы в маленьких каких-то партиях своими руками, тогда они будут на одном языке разговаривать с технологами, с конструкторами, им будет гораздо легче уже где-то подвинуться с чем-то, найти какой-то компромисс, предложить какую-то идею, которая будет сохранять общую тенденцию, но которая будет уже реально воплотима в жизнь, это будет тоже коммерческий успех, то есть все работает на коммерческий успех, если вы этими качествами не обладаете, вам не нужно браться за работу, понимаете, потому что там, сям вы обязательно споткнетесь, не на одном, так на другом, и о каком и пострадаете, и будете, будут средства выброшены на ветер, а зачем нам это нужно, жизнь такова, что мы должны заботиться об этом каждый день, наши шаги должны быть настолько выверены, чтобы мы не теряли, чтобы мы не хватали себе безумные кредиты, не залезали в какие-то безумные долги, чтобы мы умели это все делать своими руками, достаточно безболезненно, чтобы наше, наш опыт накапливания, нашего опыта тоже проходило очень осторожно, и мы делали вперед вот такие вот подвижки достаточно осторожно. Ну, и напоследок еще рассказ один. Была у меня такая история в жизни, когда я работала с одной своей ученицей, здесь уже в Москве, и она, ее задачей была отшивать вот так же вот изделия небольшими партиями, но непременно это надо было делать за рубежом, и потом она их там сдавала вот в эти магазины. Когда она сделала это без меня, потерпела неудачу, изделия из магазинов стали возвращаться, ну, тут появилась я, ее в прошлом, ее учительница, и она говорит, давайте вы мне делайте вот эти выкройки, чтобы я потом их могла продавать. Я делала ей эти выкройки, информацию я брала из головы, какие у кого размеры должны быть, потом она, значит, отводя в сторону стеснительных глаза, привезла мне какую-то выкройку, которую я купила за очень дорогие деньги, потому что коммерчески выгодные выкройки, они стоят больших денег, и их, как правило, хорошие добротные фирмы, имеющие успех, не желают распространять, потому что это их выгода, их продукт, который их отличает выгодно, уникальный такой продукт, и она его приобрела за достаточно большие деньги. Когда мы сравнили мою выкройку и выкройку, которую она приобрела, она вздохнула с облегчением, я тоже, обе мы заулыбались, потому что все отличия были только в том, что у меня она грудная выточка была, скажем, 7 сантиметров, я рассчитывала, что у клиента есть какая-то грудь, а у них эта выточка была 3 или 4 сантиметра, то есть гораздо меньше это было построено на плоскую грудь. Все остальное, ширина, длина переда до талии, длина проймы, ширина горловины, сама горловина, рукава, тариевые выточки, все было абсолютно одинаковым. Вот такой был у меня в жизни эпизод, потому что я, видимо, зная вот эти основные характеристики, я строю достаточно на базе успешные коммерческие выкройки, чего я вам желаю, желаю вам именно этому научиться, чтобы ваши все мечты воплощались в жизнь, и чтобы вы тоже были коммерчески успешными. Разрешите на этом сегодня закончить. Всегда ваша Галина Коломейко. Всем успехов, всего доброго, до новых встреч. Субтитры